Иванов Сергей Владимирович. Спасибо большое, Николай Петрович. Раз уже шла речь о регламенте, то скажите мне, пожалуйста, я вот специально поглядел историю принятия закона об охоте, все возможные поправки, которые туда вносились. Везде в паспорте этих документов, нормативных актов было написано, что эти документы совместного ведения. Скажите, пожалуйста, вот вносимые вами поправки в этот законопроект, они почему теперь считаются ведением только Российской Федерации? Да, я готов ответить. Мы рассматривали специально этот вопрос. Дело в том, что закон об охоте, да, те изменения, которые вносились до этого, они действительно касались в том числе полномочий, которые затрагивают, ну, полномочий регионов. Те три статьи, которые меняются на сегодняшний день, мы специально проводили соответствующие, ну, там, и дискуссии, смотрели юридическую экспертизу, они не касаются и не затрагивают полномочий регионов. Ни одна из трех статей, к которой вносятся изменения. Поэтому мы приняли решение, что это не совместное ведение законопроекта. Кобзи Феревик. Иванов Сергей Владимирович. От фракции, от фракции, да, пожалуйста. Как я ненавижу лицемерие. Вы знаете, вот сколько здесь стояло людей, ипотечников, у которых валютная ипотека отбирала последнее. Что Государственная Дума для этого сделала? Тишина. А вот тут, понимаешь, пришли зоозащитники, да, постояли, и тут же, блин, за неделю этот данный законопроект разработан и внесен. Что? Товарищи, а вы что, вот все авторы, я поражаюсь, да, молодец, все-таки в Единой России, есть нормальный товарищ. Никто ни на охоте не был, ни на притравочной станции не знает, что это такое, с чем это едят. Кабана рядом, сикачай, не видел. И вносят подобные проекты и рассуждают, и показывают нам вот эти ужасные соплежуйные фильмы. Гляньте, что творится у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. А давайте покажем такие же фильмы, где собакам трепанируют череп, вставляют электроды, как на них испытывают препараты и прочее, прочее. Или мы будем это делать на зоозащитниках, которые животных там болеют. Вы перестали ходить в шубах своих, что ли? Коллеги, вы что делаете? Вообще я не понимаю. Вы вообще лишаете Россию ее достоинства собакам, вернее охотничьим. У нас скоро мужиков не будет. Охота от слова «хотеть». Понимаете вы это или нет? Никто не возит этих собак для того, чтобы они там посидели, душу свою потешили. Это нормальная селекционная работа. Давайте боксерам не будем давать, чтобы они морду друг другу били на ринге. Пусть по фотографии лупят, товарищи. Вот что, в чем проблема? Бесконтактная на таска собак. Это что? Нет, есть такое дело. Действительно, лайка, она может, там, видит белку на сосне, она бегает, облавит. Это бесконтактно, совершенно верно. Собака загрыз... Вы видели, чтобы собаки загрызли кабана? Да я никогда в жизни этого не видел. Вообще ни разу. Давайте пусть хирурги не делают операции, пусть они на мумиях это делают. И вообще, как это вообще делается? Я не знаю. Чего медики молчат? Понимаешь, студенты трупы препарируют. Это же оскорбление какое, а? А зоозащитники будут спокойны. И прочие товарищи, которые, чтобы вот так вот попиариться, значит, начинают такие законопроекты вносить. Ребята, вам еще раз говорю. Во-первых, законопроект внесен с нарушением регламента. Законопроект об охоте всегда являлся законом совместного ведения. Откройте, прочитайте Конституцию. Статья 72-я. Все, что касается использования охотничьего мира и ресурсов и так далее, это совместное ведение. Как Российской Федерации, так и регионов. Ничего подобного не соблюдают. Комитет так решил, что вот эти вещи, то есть правила охоты, которые могут устанавливать, как раз, между прочим, регионы, здесь вот эти поправки вносятся. Теперь комитет решил, что это не является предметом совместного ведения. Теперь это мы и будем здесь решать. Это первый момент. Второй момент. Задали вопрос, между прочим. В первой статье, в третьей написано, что не регулируется данным законопроектом условия содержания диких животных в неволе. Здесь устанавливают правила, какие должны быть там чуть ли вольеры, как они должны выглядеть, что-то в регистрации и прочее, пятое, десятое. Полнейшее противоречие одного другому. Нам говорят, ну, ко второму чтению, дескать, подумаем. Уважаемые коллеги, я вам еще раз говорю, не делайте из людей, из наших охотников, из наших собак, кастратов. Понимаете вы в чем дело? Это нормальная селекционная работа. К вязке допускаются только те собаки, которые проходят эти тесты. И это абсолютно хорошо. Или вы хотите, ну, слушайте, я уж не знаю, что там, давайте я Путина тогда в качестве помощи приведу. Вы вчера смотрели эту пресс-конференцию, да? Помните, он там анекдот рассказывал по поводу того, что сынуля поменял кортик на часы. И вот когда на наших выставках скажут, а чего ваши собаки-то не приехали участвовать в выставке? Мы что скажем, что за допинг, что ли, их дисквалифицировали? Нет, мы скажем, их нет у нас больше. Потому что вот такие вот, с позволения сказать, зоозащитники прекратили полностью селекционную работу в России. У нас уже наших гонщих не осталось, борзых не осталось. Лайки, правильно спрашивали карельские охотники? Карело-финская лайка, это наш, я не знаю, стратегический запас, черт побери. Таких пород нигде в мире нету. И вы хотите из них, что вы сделать хотите из этой собаки? Чтобы она белочку там, по рисуночку или... Как вообще это можно без контакта? Вот объясните, как? Ну как, как во всем мире? Да вы не были во всем мире, вы за весь мир, не говорите, коллеги. Начинают нам приводить. Горячие финские лайки, да? Горячие финские лайки покусали там горячих финских белок. О чем вы мне рассказываете? Коллеги, сначала походите на охоту, елки-палки, а потом законопроекты вносите. Мы не против того, чтобы наводили порядки. Совершенно верно. Надо наводить порядок, надо, чтобы было урегулировано, надо, чтобы было официально, юридические лица и так далее и тому подобное. Вы же так до чего дойдете? А давайте посмотрим, как дрессируют там медведей, я не знаю, тигров, лошадей и прочих товарищей в цирке. Цирк давайте закроем. Ведь там же тоже их бьют, елки-палки. А вы знаете, что в советское время лайки использовались для того, чтобы наши спецподразделения оттачивали свое мастерство? Я посмотрел бы, как себя вела бы эта товарищ зоозащитница, которая там за права животных борется, когда ее попытались бы ограбить, а собака, которую товарищ полицейский сказал, фас, подошла и сказал, что-то, слушайте, я на него не тренировался, на нем нет вот этих всех обвязок, маски там, ватных штанов и так далее. Слушайте, вы знаете что? Вы, конечно, примете этот законопроект. Но миллион охотников, и я в том числе, я вам после этого руки не подам. Спасибо. Продолжение следует...